В октябре месяце в зале заседания официальных приемов в Хабаровске состоялось совещание российского масштаба, где обсуждалась реализация партийного проекта «Культура малой родины». Данный проект направлен на поддержку и развитие сельских домов культуры. Постройки многолетней давности, в частности сельские дома культуры, детские театры, сегодня требуют особого внимания. Кому-то надо обновить освещение, приобрести новую мебель, кому-то сделать более современную сцену. Почти 80% сельских клубов в малых городах России остро нуждаются в ремонте. Партийный проект «Культура малой родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры, в первую очередь осуществляя поддержку юных дарований. В краевой бюджет в 2017 году было направлено 14 миллионов рублей на 14 домов культуры. Из них вошли 4 дома культуры Амурского района, на которые было выделено 4 миллиона 600 тысяч рублей. Проект «Местный дом культуры» по модернизации материальной базы, материально-технической базы учреждений культуры у нас реализовался во дворце культуры. Там был установлен, замонтирован новый свет. Также в этот проект у нас вошли ильбанские учреждения культуры. Это дом культуры «Восход» и центр славянской культуры «Родник». Там приобретены были кресла, обновленные в зала, световое и звуковое оборудование. И село Оми, национальный центр «Эрген» у Екатерины Аркадьевны. Здесь, конечно, у нас получилось очень хорошо, потому что сам центр небольшой. Выделено было консолидированного бюджета 870 тысяч. И у них произошло практически полностью обновление зрительного зала. Хочется отметить, что директор национального центра «Эрген» Екатерина Келя представляла не просто Хабаровский край, но была удостоена благодарностью министрам культуры Российской Федерации за успешную реализацию проекта «Местный дом культуры» на территории села Оми Амурского района. Наш центр открыт с 2006 года. И с 2006 года мы ведем плодотворную работу по сохранению, возрождению именно национальной, нанайской культуры. Ну и охват у нас весь, все население нашего поселения, ну и еще наши гости. Для них мы ведем свою деятельность. В центре «Эрген» работают различные кружки. Их насчитываются около 13, в которых занимаются дети как дошкольного, так и школьного возраста. Это танцевальные, театральные, декоративно-прикладное искусство разного направления. Жизнь кипит в нашем центре, и большая помощь в этом – это реализация проектов. У нас за нашу жизнь, нашего центра, мы реализовали более 10 проектов разной направленности. За время своего существования центр материально-технически укрепился. Это очень важно, потому что его посещают более 300 человек. Безусловно, главная цель «Эргена» в том, что воспитанники приобщаются к национальной культуре, к своей малой родине. Выполненная в национальном стиле наша особенность – это нет глаз. Все спрашивают, почему мы не делаем лица. Но лица, по поверью, оно от сглаза, что через глаза – это душа человека. При финансовой поддержке компании «Полиметалл» в 2018 году центру удалось реализовать очень интересных два проекта. Теперь здесь работает собственный кукольный театр «Нинман», что с нанайского означает «сказка». Преподаватели для ребят показывают не просто постановки, а настоящие истории из жизни нанайцев, сказки, легенды и все на родном языке. Г. Мичу Гучкули. Ах, какая я красивая! Девочка, я очень милая! Г. Л. Л. Мой В. Ганю. Хватит, дочка Аюга, с собой любоваться. Ведь вот ведерко ты возьми, да водицы принеси. Второй проект называется «Мозаика ремесел» или, другими словами, «Мобильно-творческая мастерская». Сотрудники центра будут выезжать в различные поселения, расскажут, как и из чего подготавливаются материалы для изготовления сувенирной продукции, а затем проведут мастер-классы. «В этом году мы выезжали в село Усть-Гур национальное, где для жителей Усть-Гура проводили мастер-классы по работе с берестой, по резьбе по дереву, по нанесению орнамента на камень. Очень интересные проекты». В следующем 2019 году село Оми исполнится юбилейные 60 лет. И, конечно, национальный центр «Эрген» не останется в стороне. В планах провести яркую концертную программу, всевозможные мастер-классы и, несомненно, всех желающих будут угощать традиционной ухой. А что касается партийного проекта, он продолжит свою деятельность. И уже в 2019 году будет дополнено направление. Поддержку окажут детским школам искусств и библиотекам.